МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подготовлено к отправке более 60 тонн мандаринов для детей Донбасса. Аслан Джани посетил в пятницу сортировочную базу в Гулыровском районе. Ответы прошлого в настоящем. Первый видеомост. Сухум, Москва. Цикла круглых столов. К столетию образования СССР. История, экономика и культура Абхазии. Там, где душа. Премьера спектакля «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера в русском театре драмы. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Джани провел совещание с главами администрации городов и районов Республики по подведению итогов 2022 года. Обсудили вопросы, касающиеся энергетики, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности района в Абхазии. Также вопросы социальной сферы, объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Глава государства напомнил руководителям местных органов самоуправления об их ответственности за ситуацию в обверенных районах, подчеркнув важность детально владеть информацией во всех отраслях. Аслан Джани поручил систематически, ежеквартально предоставлять информацию о различных сферах их деятельности. Проект генеральной схемы газификации республики представлен в ходе встречи президента Абхазии Аслана Джани с делегацией АО «Газпром Промгаз». Проект был разработан «Газпром Промгаз» в рамках реализации договора, подписанного между Министерством экономики Республики Абхазия и «Газпром Промгаз» по разработке генеральной схемы газификации. В соответствии с договором, на данном этапе разработка генеральной схемы в рамках оговоренных сроков, предусмотренных в целом в договоре, завершена и была представлена руководству страны. Проделана большая и серьезная работа. Нам нужно определенное время для принятия решения и проработки дальнейших шагов по взаимодействию, сказал президент Аслан Джани. В рамках рабочей поездки в Ачимчирский район Аслан Джани ознакомился с ходом реконструкции курортно-оздоровительной базы в городе Ачимчира. 16-этажный объект откроется в июне 2023-го. После ремонта сможет одновременно принимать до 600 человек. На первых двух этажах будет расположена столовая и ресторан. На территории базы будет работать два бассейна. В одном из них будет горячий сероводородный источник. Он расположен в трех километрах от объекта, в другом – с морской водой. В реконструкцию объекта инвестирует группа компаний братьев Сичинава. Президент Аслан Джани посетил в пятницу сортировочную базу в Гулрыбском районе, на которой формируется к отправке гуманитарная помощь для детей Донбасса. На территории Абхазии на сегодняшний день уже подготовлено к отправке более 60 тонн мандаринов. Более 10 тонн из них принесли граждане на пункты приема гуманитарной помощи. Всего планируется к отправке порядка 80 тонн мандаринов. В ближайшее время будет сформирована гуманитарная колонна МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К ним подключатся волонтеры общероссийской организации «Молодая гвардия», у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Это была замечательная инициатива наших граждан. Мы знали о том, что есть такие настроения, поэтому это настроение вылилось в это дело. Да, потому так и было. Это правильное, масштабное дело. Если граждане соберут еще больше, значит отправим еще больше. А вот так и будет скорее. Да, витамины в этих условиях лишними не бывает. Да, это был. Ну и радость какая-то. Да, и радость, и Новый год, это то, что людей связывает друг с другом, то, что делает сердца более теплыми и благородными. Поэтому большое всем спасибо, уважаемые жители села, за ваш труд. Актуальные вопросы абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности обсудили спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба с председателем Комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картополовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба парламента. Стороны обсудили ряд задач, касающиеся совместной деятельности по реализации соглашения о сотрудничестве, которое было подписано Лаша Ашуба и спикером Госдумы Вячеславом Володиным 1 декабря 2022 года. Профицит бюджета позволит решить определенную часть проблем столицы. На очередном заседании Сухумского горсобрания по предложению главы администрации Беслана Ашба были внесены изменения в бюджет города, сообщает пресс-служба СГС. В своем выступлении Ашба отметил, что бюджет по итогам 9 месяцев исполняется с профицитом. План выполнен на 118,5%. Если вы, депутаты собрания, поддержите мое предложение, будут внесены изменения в текущий бюджет. Ашба сообщил собранию, что деньги будут направлены на питание детей, посещающих детские сады, на ремонт кровли центрального рынка и прилегающего к нему административного здания и на решение некоторых других проблем. В Краснодарской таможне пресечен незаконный ввоз табачной продукции. На российско-авхазской границе выявлено более тысячи пачек сигарет, сокрытых в автомобиле. Автомобиль Lada 2107, прибывший из Абхазии с баллонами, вызвавшими подозрения у сотрудников таможни, был направлен на осмотр. Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. Ответы прошлого в настоящем. В пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник» состоялся первый видеомост Сухум-Москва цикла круглых столов к столетию образования СССР, история, экономика и культура Абхазии. В нем приняли участие историки Станислав Лакоба и Олег Домения, а также ученые из России Валентин Катасонов. Тему продолжит Марьяна Котова. Столетие образования СССР дата знаменательная. Не только тем, что прошел с того времени целый век, но и историческими параллелями, которые то и дело приходят на ум. По словам Олега Домения, действительно, заглянуть в учебник истории будет не лишним, интерпретируя события сегодняшнего дня. Абхазии не участвовали в революции 5-7-го годов. Они не участвовали. Но они участвовали в Первой мировой войне на стороне России. А уже в 17-м году, после Февральской революции, уже они создают Абхазский народный совет. Это структура политического характера. Но это еще не было субъектом политики, субъектом правовых отношений. То есть очень много здесь таких проблем, интересных и полезных нам знать сегодня. По словам Станислава Лакоба, в истории образования СССР заложены ответы на все спорные вопросы. И правда, которую Абхазия пытается донести мировому сообществу на протяжении 30 лет. По договору 1922 года и по конституции Грузии 1922 года, там прямо говорилось, что Абхазия – это советская социалистическая республика. И объединилась с Грузией на основе особого союзного договора. И вот в Грузии часто цитируют статью из Конституции Грузии 1922 года. Но она очень лукаво построена, эта фраза. Там сказано примерно следующее, ну почти дословно, что в состав Грузинской СССР входит Аджарская автономная республика, автономная область Южной Осетии и Советская социалистическая республика Абхазия, которая объединяется с Грузинской ССР на основе особого союзного договора между этими республиками. Как рассказывает Станислав Лакоба, есть и западные исследователи, которые нашли ответ на вопрос о статусе Абхазии. И как раз изучая события столетней давности. Он приводит цитату правоведа Керлинского университета Ангелики Нусбергер. И она сказала буквально прямым текстом, что в 1924 году Абхазия фактически потеряла свою независимость по воле Сталина, который ее включил в состав Грузии, как она отмечает, и назвал ее автономной республикой. Кроме того, Лакоба вспомнил времена НЭПа. По его словам, в Абхазии она проходила не так жестко, как в остальной части СССР, и без издержек. И потом очень важный момент, когда установилась советская власть, что это совпало с новой экономической политикой. И здесь гораздо мягче все это прошло, чем в других регионах. Здесь не было такого кровопролития большого, понимаете. Валентин Катасонов, экономист и ученый из Москвы, также подчеркнул значимость Абхазии в период становления СССР. Так как именно тут завязывались важные экономические отношения, формировалась культурная повестка, проходили торговые пути. Мария Анна Котова, Абаза ТВ. Культура 12 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится юбилейный 20-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Вместе с Примадонной оперной сцены выступят ее друзья, именитые вокалисты Вероника Джиоева, сопрано Дмитрий Корчак, тенор и Василий Ладюк, баритон. Известные исполнители представят ценителям классической музыки изысканную программу, состоящую из мировых шедевров. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. За дирижерским пультом народный артист России маэстро Феликс Коробов. Мероприятие завершит серию концертов юбилейного фестиваля, стартовавшего в Сухуми и в Пицунде. «Там, где душа» — пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера, прошла в Русском театре драмы. В главной роли Аманда Кварацхелия. Постановочная группа режиссер Елена Одинцова, художник-постановщик Виталий Кацба, художник по свету Константин Удовиченко, художник по костюмам Наталья Шпак. Слово Илеоноре Гелаян. «Родная земля дает силы, и на этой удивительной силе родной земли построена история Софички. Простой абхазской девушке из села Чиген, тихой и кроткой, чья любовь настолько сильна, что способна менять судьбы людей. Через призму жизни главной героини Фазили Искандер ведет разговор о главных человеческих ценностях – нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. Софичка – это масштабное эпическое полотно о сложной судьбе абхазского народа в 20 веке. «Над холмами пролетали коршуны, а ворвали кукрёпот. Жители западного края Чигема, где жилал Софичка, никогда не охотились на коршуну, считали их не с недоплыми птицами». «И посмеивались над жителями восточного края Чигема». «Над жителей восточного края Чигема охотились!» «И захотели их мясо вполне с недоплым птицом». В этом году Росдрам выпускает уже второй спектакль по прозе Фазиля Абдуловича Искандера. Как говорит гендиректор театра Иракли Хинба, это часть миссии русдрамовцев. «Наш театр носит имя Искандера. У нас есть определенная миссия, связанная с тем, чтобы пропагандировать творчество Искандера, делать его не только известным людям, но и понятным. Это очень важно. Вскрывать смыслы, заложенные в этих, на мой взгляд, бессмертных текстах и говорить о сегодняшнем дне. Этот спектакль, который пять лет назад был представлен в Абхазии в качестве студенческого спектакля, сегодня обретает вторую жизнь. И я вам хочу сказать, что это абсолютно новый спектакль. Абсолютно новый спектакль, при том, что концепция во многом сохранена режиссером Еленой Абинцовой, которая также является автором на сценировке. Это прекрасная, кстати, на сценировка. Она, по-моему, даже получила премию на конкурс литературного Фазилия Искандера. И вот, пусть я пять лет назад, я обратился к Елене Викторовне с предложением, давайте все-таки поставим вновь софичку в нашем театре. Я не сказал восстановим, возобновим, сказал поставим вновь этот спектакль с учетом того, какие мы сегодня и какое время сегодня. И поэтому вот то, что вы увидите на сцене, это обращаясь к тем, кто видел версию пятилетней давности студенческую, это будет другой спектакль. Это для вас будет стопроцентной премьерой. Режиссер спектакля, заслуженный работник культуры Республики Абхазии Елена Одинцова. Она была педагогом и художественным руководителем абхазского курса в Щукинском училище. Конечно, это была моя мечта, чтобы этот спектакль игрался, чтобы ребята на каком-то новом уровне прикоснулись к этому тексту замечательному. Своей основной задачей, когда я вот начинала работу над этим спектаклем, я видела в том, чтобы никак, ни в чем не испортить, не нарушить, не исказить главное то, о чем писал Искандер. Поэтому мне хотелось сделать это максимально подробно и точно, именно то, о чем он сказал повестью. За главную роль в премьерном спектакле исполняет актриса театра Искандера Аманда Кварацхеля. Она уверена, что труп по Росдраму полностью погрузит зрительный зал в знакомую всем историю и наполнит людей любовью. Просто процитирую фразу «Поделяй Искандера». Из этой жизни он никогда не уйдет, пока не уйдет память из ее сердца. Человек не умирает, человек остается в сердце, пока есть о нем память любви и есть вообще память о нем. Так что приходите, я думаю, что ваши сердца наполнятся именно любовью, той искренностью, которая описана в «Поделяй Искандера». Видишь, как он? Стреляет, ну, вижу, попал. Не берет. Снова стреляет. Попал. Опять не берет. И у меня мелкая кровь. И оказывается, взял не те патроны. Ты понимаешь? Добрая, наивная и искренняя Софичка проводит дни в заботах о близких и постоянном труде, не ропща на свою долю. И вот однажды девушка влюбляется в охотника на коршунов Роуфа. Чувства оказываются взаимными, и Софичка становится женой. Однако полное и безоговорочное счастье девушки недолговечно. Спустя год Роуф погибает. Родной Чигем попадает в жирнова советской истории, а близкие люди оказываются способны на предательство. Хватит ли силы, душевной твердости, упорства у народа, чтобы противостоять новому времени, которое пришло разрушить фундамент страны? Несмотря на то, что история Софички повествует о событиях более чем 70 лет недавности, она как никогда актуальна сегодня. Убедиться в этом можно, сходив на премьеру в Росдрам 9 и 10 декабря. Выставка работ учеников арт-студии «Мухус» проходит в Национальной библиотеке. Дети от 6 лет учатся академическому рисунку, графике и живописи, раскрывают творческий потенциал через изобразительное искусство. Подробнее Надежда Боровикова. Творческая студия «Мухус» была основана несколько лет назад тремя художницами. Мактину Гоге, Оксану Барзания и Аиду Ачба помимо любви к творчеству объединяет еще и педагогическая деятельность. Студия располагается в Национальной библиотеке и предлагает детям от 6 лет ряд творческих направлений обучения. Начиная от академического рисунка, заканчивая декоративно-прикладными видами, декоративно-прикладного искусства, графика, цветная графика, черно-белая графика, академическая живопись, декоративная живопись, экопластика, есть техники, которые мы используем, смешанную технику используем, когда работаем в психографике. Также есть такая техника по пемоше, также мы это используем, и дети в неделю три раза встречаются здесь со своими педагогами. Мы работаем по полтора часа с каждой группой. Амиру Ардзенба 10, и он хочет показать все свои работы, которые попали на выставку. Цветы он принес Мактине Руслановне, но благодарен всем педагогам, потому что занимается сразу по нескольким направлениям. У меня много работ, которые я здесь делал. Мы делали в цвете работы, мы экопластику проходили, мы открытки делаем. Ну вообще, три педагога меня всему этому допечили, потому что я во все дни хожу в разные группы. Родители просто счастливы, когда дети ходят на занятия с удовольствием. Вот и Шадина Жиба отдала дочь в муху с полтора года назад, и та до сих пор не потеряла интереса. Она уже вот ходит полтора года, мы правда благодарны руководителям, ну с удовольствием. До этого года только я ее не отправляла, ну как-то так, а здесь даже на уже профессию выбрала. На самом деле еще не выбрала, поправляет девятилетняя Анна Цкуа маму. Колеблется между художником и архитектором. С любимым предметом в арт-студии тоже не так-то просто определиться. Это, наверное, эко-пластика. Хотя, знаете, по бьямаше больше люблю. Из предметов, которые люди выкидывают, мы из них делаем разные, ну, там на какую-то тему. Например, на Новый год мы что-то там делаем. Ну, мы еще делаем. Ну, это секрет. Ну, да. Нет, ну, я, ну, это тебе скажу, в бирожку. Ученики, чьи работы были отобраны для выставки, получили грамоты и дипломы. Выставка будет доступна до 14 декабря. Надежда Воровикова, Сосрикла Гуфа, Абазатова. В этом выпуске программы «Жизнь своих» на Первом канале ведущий Евгений Кривцов возвращает зрителя в лето. Он побывал в стране души Абхазии. Стал гостем на традиционной свадьбе, сварил мамалыгу, поохотился на перепелок и узнал, как живут города-курорты после окончания туристического сезона. Выпуск «Жизнь своих» из Абхазии смотрите на Первом канале в воскресенье 11 декабря в 10.15. И о погоде. Выходные дни 10 и 11 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире. Удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова